Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! Ну и, наверное, справедливо ожидать, что мы начнем говорить о том, что происходит перед выборами. Выборы, если я не ошибаюсь, через три дня, через четыре дня. Во вторник 17-го числа, на четвертый день от сегодня, у нас состоятся выборы. И, конечно, большая часть событий, происходящих сейчас в Израиле, она так или иначе связана, происходит в контексте выборов. Ну, пожалуй, перечисляя все последние важные события, связанные с выборами, я бы начал с истории о камерах на выборах. О чем идет речь? Я, наверное, должен в двух словах объяснить нашим слушателям, как вообще работают израильские выборы. Человек приходит на избирательный участок, показывает свое удостоверение личности, ему дают конверт, пустой. Он заходит за ширму, и внутри этой ширмы находится столик. На столике лежат листочки с названиями всех партий, участвующих в выборах. Он выбирает листочек той партии, которую он хочет, кладет в конверт, запечатает конверт, возвращается к избирательной комиссии, и на глазах у избирательной комиссии опускает этот самый конверт в бюллетень. Один человек, один конверт, и на этом все заканчивается. И в Израиле известно, что, в общем, если в обычных, в большинстве районов страны это, в общем, происходит, какими бы отчаянными не были бы выборы. В общем, большинство людей, мы понимаем, люди, скажем так, интеллигентные и соблюдающие закон, приходят человек, приносят свое удостоверение личности, голосуют одним конвертом, но есть общины, где постоянно происходят фальсификации. Одной из таких общин израильских являются, конечно, общины израильских арабов. И, опять же, не будем говорить огульно о всех арабах как таковых, но мы знаем, что в далеких деревнях, в общем, часто происходят самые разные нарушения на этих выборах. Я в свое время бывал наблюдателем на подобных выборах именно в арабских деревнях Галилеи, и вот могу рассказать буквально несколько историй, случившихся лично со мной. Так, однажды, например, на избирательный участок, на который впервые приехал представитель как бы не этой арабской деревни, я был представителем, скажем, большой земли, я представлял партию Ликут, и находился на этом участке для того, чтобы наблюдать за ситуацией, пришел человек, ничего не подозревающий, подошел к избирательной комиссии, представителем избирательной комиссии является как бы государственный служащий, обычно местный житель, в данном случае это был тоже работник какой-то муниципальной этой деревни, и протягивает этот человек импозантный, который пришел, протягивает целый улег пакет удостоверений личности, там где-то две дюжины, говорит, мне нужно так и столько-то, и столько-то конвертов. Они смотрят на него, смотрят на меня, понимают, что при мне эта штука не проходит, начинают мне объяснять, что он глава клана, он принес от всех своих жен, от всех своих детей, он как бы серьезный человек старший, и он за всех и голосует. То есть, в общем, все правильно, вот все труда отзывуты, все удостоверения личности передо мной. И когда я не согласился и сказал, что вот он один, и он один только и может проголосовать, а все остальные должны лично прийти, этот самый человек, он был страшно возмущен. В другой раз закончилось голосование, и многие арабы не пришли голосовать. В арабских деревнях вообще часто происходит, что значительная часть людей не приходит на голосование. Оставалось где-то порядка 500 непроголосовавших. Ну и остальная часть комиссии, тоже я там был один представитель, как бы не этой местной деревни, говорят, ну давай теперь поделим оставшиеся голоса, вот столько-то там партии труда, вот столько-то арабским партиям, столько-то мы тебе Ликуду дадим. Я, конечно, не соглашаюсь. Они повышают ставки. Когда, в общем, Ликуда уже предлагалось больше 50% оставшихся голосов, а я все еще не согласился. До этого они считали, что просто я так вот красиво торгуюсь. Они восхищались искренне, откровенно моим умением торговаться. Когда же я не согласился даже на 55% оставшихся голосов, то есть разделить их, сфальсифицировав выбор и показав, что у нас было стопроцентное участие, стопроцентная явка. Они тоже были и расстроены, и смущены, и даже возмущены. Ну и, наконец, уже в третий раз это случилось в Друбской деревне. Там тоже, конечно, я уже был не первый раз, там они уже знали, что со мной такие вещи не сделаешь, и мы были хорошо знакомы с местным председателем, очень приятный человек. И вот он, тихонечко наклонившись ко мне, доверительный, как бы, видимо, желая создать приятную атмосферу, сказал, я очень тебя уважаю, и поэтому голос моей жены я отдаю за твою партию. И действительно, когда мы считали потом голоса, то среди всех арабских листочков мы нашли один голос за лику. Всего этого, конечно, безобразия можно было бы избежать, если бы на избирательных участках были поставлены камеры. Разумеется, камеры не в кабинке, где человек выбирает, а там, где он приходит, фиксирует свое присутствие, показывает свое удостоверение личности, и затем бросает один конверт. Один человек, одно удостоверение личности, один конверт. Но, как мы знаем, арабские представители, арабские депутаты и арабские организации общественные страшно возмутились и сказали, что это нарушает их права частной жизни. Вы, может, удивитесь, какие тут нарушения прав-то, собственно, где нарушения. Но они на голубом глазу объясняют следующую вещь. Они говорят так. Есть арабы, которые совершили разные правонарушения, зафиксированы на камерах полиции. Но полиция точно не знает, кто это. Вот они появятся на избирательном участке, и полиция сразу узнает их в лицо, и тогда их сразу вычислят. И поэтому они не придут голосовать, чтобы такого не случилось. А раз они не придут голосовать, то таким образом нарушится их право на голосование. Вот такая вот фантастически интересная конструкция. Ну и, конечно, Ликут сказал, что такая штука не пройдет, и что нужно установить камеры. Избирательная комиссия признала эти аргументы разумными, и камеры ставить отказалась. Тогда Ликут сказал, мы проведем закон. Ну и, казалось бы, кто против фальсификации? Все должны быть за. То есть никто, кто против того, чтобы были пресечены фальсификации. Все должны быть за. Но тут же левые партии скажут, что они понимают позицию арабов, и они их будут поддерживать. Мы, конечно, понимаем, что для левых партий очень важно, чтобы арабы голосовали все, даже те, кто живут на кладбище уже давно. Потому что тогда получается, что в левом блоке больше голосов. И вся эта ситуация поставила партию НДИ, партию Либермана, достаточно нелепое положение. Потому что, с одной стороны, вроде как, они же должны тоже выступить вместе с Ликутом против, за то, чтобы эти камеры были поставлены. С другой стороны, они теперь уже являются частью левого лагеря. И, по сути дела, должны играть в команде. Поэтому в первый день Либерман сказал, мы поддержим этот закон. На следующий день он сказал, мы этот закон не поддержим, потому что, вот видите ли, как бы за несколько дней до выборов принимать такой закон нельзя. А почему, собственно, нельзя? Будет беспорядки. Почему, собственно, будет беспорядок? Но, так или иначе, его представители КНЕСТИ проголосовали против. В комиссии Ликут сказал, хорошо, мы все равно выставляем этот закон на голосование в КНЕСТИ, поименное, и давайте, пожалуйста, пусть вся страна посмотрит, как депутаты, представители НДИ, которые все из себя такие правы, и так боролись всегда против нарушений и нелояльности арабского сектора, пусть они голосуют вместе с арабами против этих камер. И тогда мы знаем, что представители партии НДИ просто не пришли на голосование в КНЕСТИ, большинства у правых не отношлось, закон провалился, но, тем не менее, в общем, как часть компромисса между требованиями вполне разумными, на самом деле, и отказом Центральной избирательной комиссии было договорено, что такие камеры будут, они будут на форме председателей избирательных комиссий, как бы официальных представителей государства, и, таким образом, хоть что-то там немножко будет фиксироваться. Не все, но частично. И, таким образом, ближайшие выборы у нас, все-таки, Ликут добился, с одной стороны, того, чтобы была хоть какая-то, какой-то контроль. Конечно, мы понимаем, что когда председатель избирательной комиссии сам из этой деревни, то он может сделать так, чтобы было что-то сфальсифицировано. С другой стороны, я думаю, что это в значительной мере повлияет на многих людей, которые опасаются. Это сократит количество фальсификаций, и это уменьшит количество тех людей, которые не хотят приходить, чтобы не засветиться перед полицией, то есть преступников. И, таким образом, все-таки, с одной стороны, Ликуту удалось провести, если не закон, то, по крайней мере, добиться какого-то компромисса в этом направлении, и, я надеюсь, сократить количество фальсификаций на выборах. С другой стороны, Ликут в очередной раз показал истинное лицо партии НДИ, которая совершила фантастический разворот, и из партии, представлявшей как бы радикально правый край, перешла в партию левого толка. Опять же, многие говорят, Либерман стал левым. Это неправильно. Либерман, конечно, не стал левым. Он продолжает жить в поселении, и вряд ли он мог бы оказаться в одном правительстве с арабами, с арабскими партиями. Но его партия стала частью левого лагеря. Это обязывает его к каким-то действиям, которые, конечно, раньше казались бы совершенно невозможными. И вот тут мы подходим к очень важному и следующему уже вопросу, который в последнюю неделю разыгрывался. Была опубликована в социальных сетях крайне интересная часть интервью Аймена Уды. Аймена Уды, я напомню, это глава арабского списка. По-моему, сейчас у них другой глава арабского списка. Но вот в прошлом Кнессете этот человек, араб из Хайфы, возглавлял арабский список. Арабский список — это объединенная арабская партия, в которую входят и коммунисты арабские, и братья-мусульмане, и представители ООП. Они, конечно, друг друга страшно ненавидят. Но евреев они ненавидят еще больше. И это их сплачивает и объединяет. Вот у них есть общий список такой. Он его возглавляет. И вот он давал интервью телевидению автономии, то есть ромальской ОПГ. И в этом интервью он совершенно честно, абсолютно сказал. Он человек умный. Он, в общем, как бы его можно назвать одним из самых умных и опасных врагов Израиля. Так вот он сказал так. Обрушить Натаниалу и его правительство — это наша национальная задача. Потому что с 1948 года с основания государства Израиля не было в Израиле главы правительства с таким влиянием на американскую администрацию. Посмотрите. Перенос посольства при Натаниалу, признание Галан израильской землей при Натаниалу. Именно Натаниалу добился разрыва ядерной сделки с Ираном. Снова Натаниал. Поэтому Айман Ууда хочет свалить Натаниалу. Именно его, не какого-то конкретного другого права. Именно Натаниал мешает Айману Ууди и арабам. И именно обвалить его для них является национальной задачей. И поэтому, конечно, возникает сразу же вопрос, чего добиваются вольные и невольные партнеры вот этой национальной миссии арабского народа. Куда сейчас входит и Либерман, и Лапид, и Ганс, и глава партии Труда Перец, и все остальные. Действительно ли они хотят помочь Айману Ууди в том, что он назвал важнейшей арабской национальной задачей? Ну и, конечно, говоря о том, что произошло еще за эту неделю в преддверии выборов, нельзя не вспомнить о заявлении премьер-министра Венимина Натаниал о планах по аннексии Иорданской долины. Фактически потом мы узнали, что он хотел заявить уже непосредственно об аннексии, но юридический советник, который обладает в Израиле, к сожалению, слишком большими полномочиями, и заявил, что в предвыборный период премьер-министр не может провести такое решение, и лишил Натаниал возможности сказать уже о том, что Иорданская долина будет аннексирована, будет распространен на нее израильский суверенитет. Натаниал мог сказать только, что он собирается это сделать, если получит соответствующий мандат от общества. Я хочу объяснить нашим слушателям, что Иорданская долина это, по сути дела, наша граница с королевством Иордании. И эта территория, которая была вместе с Иудеей и Самарией освобождена в 67-м году, и она не является частью суверенного Израиля, и в общем ни один израильский премьер с 67-го года никогда не говорил в открытую о возможности суверенизации, распространения суверенитета на части земли Иудеи и Самари. Заявление Натаниал в этом смысле было первым. Да, в свое время был принят закон о том, что голланы стали частью Израиля. Закон, который, в общем, недавно Трамп признал с точки зрения американской администрации, что, кстати, очень помогло. Вы думаете, ну, Трамп признал и признал. На самом деле, признание Трампа означало, что с точки зрения американского законодательства израильское решение является легитимным, а значит, американские бизнесмены могут вкладывать деньги на голландские высоты. Если раньше люди желали вложить в какой-то бизнес, развивать что-то на голландских высотах, американцы, они понимали, что они вложат деньги, они нарушают американское законодательство, они могут получить за это по голове от своих властей, от вашей администрации. Сейчас же они это делают абсолютно законно, потому что администрация сказала, да, это израильское, и таким образом, конечно, это увеличило финансовый поток инвестиций на голландские высоты. Так вот, кроме голландских высот и отдельных кварталов Иерусалима, никогда израильские премьеры не один, действительно, даже не говорили о такой возможности. Это считалось слишком революционным, слишком громадным решением, и все боялись о таком говорить. И вот заявление премьер-министра Натаньяу стало, по сути дела, первым за последнюю четверть века, в общем, можно сказать, вообще первым в своем роде, со времен Осло, выступлением лидера права лагеря, который озвучил стратегическую альтернативу отступлению и уступ. Ведь раньше мы что говорили, наши премьеры говорили, чтобы добиться мира, нужно нам уступить здесь или уступить здесь, вот столько уступить или вот это отступить. И вдруг приходит Натаньяу и говорит, уступить нет, мы аннексируем, мы проведем суверенизацию, мы распространим наш суверенитет на область, которую до сих пор считалась спорной. Конечно, сначала мы понимаем, почему Натаньяу не сделал это раньше, говорят ему, критик. Сначала требовалось нивелировать идею об очевидной необходимости отступлений. Ведь еще совсем недавно, еще три года назад, казалось, что вот только вот такая существует альтернатива. То есть только отступать, только отступлением Израиль может добиться мира. А другого вообще как бы не могло, другого не было в дискурсе. Для большинства израильтян это казалось очевидно, а тем более международному сообществу. И изменить этот подход, изменить этот ход мысли, он был крайне непросто. И здесь мы, конечно, должны были бы вспомнить все, что происходило за последние три года благодаря администрации Трампа, но во многом именно как бы подводимая Натаньяу, потому что администрация Трампа могла помочь, она не могла решить за Израиль его собственные проблемы. И вот аккуратно и плавно Натаньяу подвел нас в ситуации, когда идея суверенизации больше не считается маргинальной. Напротив, она стала вполне легитимной, а главное приемлемой и выполнимой. И уже это огромное достижение само по себе. Поэтому нынешнее, без всякого сомнения, историческое заявление премьер-министра Натаньяу на деле стало как бы обращением к израильскому обществу с просьбой предоставить ему мандат на создание правого правительства для суверенизации Иорданской долины. Как первого этапа, кстати, он об этом сказал, в распространении израильского суверенитета на Иудею и Самарию вообще. Я повторюсь, ни один премьер-министр Израиля еще никогда не решался открыто и недвусмысленно декларировать подобный шаг. И поэтому, в общем-то, с этого момента выборы наши, которые случаются 17-го числа, 17-го сентября, они стали своего рода национальным референдумом к одному из важнейших вопросов нашего государства, к вопросу о границе. Теперь совершенно ясно и четко, что лишь тот, кто голосует на ближайших выборах за Ликут или за те партии, она поддерживает Натаньяу в создании именно правого правительства, а не принуждают его к партнерству с левыми, как, например, сейчас говорит Либерман, под которые левые, очевидно, не допустят национализации Органской долины. Только такие люди, которые поддерживают Ликут и правые партии, проходящие в Нысо, будут вправе считать себя правыми. Потому что раньше мы ведь могли сказать, что действительно были такие критики, особенно из числа сторонников партии НДИ, говорили, ну какая разница, вот Ликут, Кахол, Лаван, Белоголубы. Это же по сути дела одна и та же, одни и те же центристские партии. Эти не слишком правы, эти не слишком левы, они все одно и то же. А теперь-то мы видим, что абсолютно не одно и то же, потому что с одной стороны есть партия, которая говорит, дайте нам мандат, чтобы мы создали правое правительство, и мы могли распространить суверенитет на Иорданскую долину и дальше на поселение. А с другой стороны Белоголубы и Кахол, Лаван, которые говорят, дайте нам мандат, чтобы мы могли создать правительство, которое проведет второе размежевание, размежевание из Иудеи и Самарии. Они это говорят не открытым текстом, но для того, чтобы собрать левые голоса, они, в общем-то, это показывают. Они участники вот этого нового плана размежевания 2, которое они все время, у них оно крутится. Это именно та политическая стратегия, та внешнеполитическая концепция, с которой они идут к избирателю. И поэтому выборы ближайшие на самом деле для людей, которые умеют понимать происходящее, следят за происходящим, они стали совершенно очевидными. То есть, либо у нас будет правая коалиция, в которую могут войти и харидинные, ортодоксальные партии тоже, потому что для религиозных партий, в общем, правая повестка дня суверенизации Иорданской долины и других частей Иудеи и Самарии, либерализация экономики, реформа юридическая, которую хотят правые, она религиозным партиям не мешает. Или нас вынудят, как хочет Либерман сейчас создать правительство Ликуда Белоголубых, то есть правительство, в котором не будет консенсуса ни по вопросу суверенитета, ни по вопросу либерализации экономики. У Белоголубых у них адженда поездка дня совершенно социалистическая, у них, собственно, экономикой заведует бывший глава Гистадрута, профсоюзов израильских. И, конечно, поменять что-то в Верховном суде тоже будет невозможно. Вот как бы получается такой у нас расклад. И здесь хочется сказать еще о том, в чем суть опасности голосования либо за партию правую, но, возможно, не проходящую электоральный барьер. Вот, например, есть партия ОЦМА. Это, по сути дела, последователи Рава Каханы, которые действительно до недавнего времени были маргиналами. В каком-то смысле Натаньяу, общаясь с ним, помогая им где-то, в общем, вывел их на уровень легитимной партии, которая уже может говорить о том, что вот она хочет прийти в КНЕСЭК, и даже по некоторым опросам она проходит, но все это очень зыбко, и может получиться так, что они свои, как бы, чуть-чуть не доберут, буквально там тысячи голосов, как в прошлый раз партии правых, новых правых, не хватило буквально полутора тысяч голосов. И вот им не хватит этих голосов, и все четыре мандата, как отданы им, справа они уйдут в канализацию, усиливая таким образом, конечно, левый слон. Так вот, в чем главная опасность голосования за такую партию или голосования за партию НДИ, чей лидер отказывается поддерживать правую коалицию, он уже сказал, что правая коалиция, то есть коалиция вместе с религиозными партиями, его не устраивает абсолютно, в том числе партии религиозных сионистов. Партия Ямина, это партия, представляющая религиозных сионистов, Либерман сказал, что это тоже партия религиозная, и он с ней сидеть в правительстве не будет. Таким образом, он говорит Ликуд и Белоголубый, и Ликуд еще причем без Натаньяу, чтобы был. Так вот, в чем опасность главная? Опасность тут вот какая. Если в итоге у Натаньяу не будет возможности сформировать правую коалицию, то есть у него не будет 61 мандата, который он получает от Ликуда, от партии Ямина, и от религиозных партий, то возникнет патовая ситуация. Ни у Натаньяу, ни у Ганса нет возможности создать свое правительство, причем Ганс настаивает на том, чтобы Натаньяу не было. То есть, если только Натаньяу уйдет, тогда Ганс готов с Ликудом создавать коалицию. И понятно, что в прессе, в израильской, в СМИ начнется мощнейшая кампания давления на вторые номера в Ликуде о том, что нельзя же допустить третьи выборы, но мы не должны идти на третий выбор, делайте уже что-нибудь. И это что-нибудь будет заключаться в том, чтобы вторые номера Ликуда вынудили Натаньяу уйти в отставку. Мол, не получилось у тебя, уходи, и тогда мы создадим коалицию, и третьих выборов не будет. И тогда, если Натаньяу действительно будет вынужден уйти преданный своим вторым эшелоном Ликудовским, то Ликуд войдет в коалицию с бело-голубыми, видимо, уже, так сказать, будучи кастрированным, лишенным своей главы и, в общем-то, своего бренда основного, конечно, он войдет туда таким разрозненным, где вторые номера будут биться за первое место внутри Ликуда, им будет не до коалиции и не до борьбы, до того, чтобы взять в свои руки управление страной. И, по сути дела, это станет коалиция левая с правым довеском в виде Ликуда, которая обезглавлена и вряд ли что-то может, как-то будет помешать тем дальнейшим развитию событий, которые случатся. И, может быть, даже такая коалиция и не сделает каких-то резких шагов вроде как размежевания. Но, безусловно, начнутся колебания в плане экономики, начнется популистская экономика, шариковская такая, все забрать и все поделить. Начнутся какие-то странные отношения с арабами. Арабы тут же почувствуют свою обиду, начнут требовать больше и говорить о том, что Израилю снова нужно делиться, отступать и уступать, только тогда он будет признан. И, в итоге, в общем-то, я думаю, что такая ситуация будет очень похожа на модель того, как это было в 99-м году, когда Натаньяу, молодой еще тогда политик, он проиграл первый раз свои выборы, ахуду в барак, и худу в барак пришел, он проправил Израилем полтора года, потому что за эти полтора года он оказался очень неудачным политиком, он разнес все просто, он оставил страну в полном кризисе, внутри войны, второй антифады, которая стала самой кровавой с точки зрения потери гражданского населения, он превратил Хизбалу в стратегическую угрозу для Израиля, и, в общем, все, что было им оставлено перед этим Натаньяу, конечно, все пошло в разнос. И самое обидное в этой ситуации, конечно, что вся эта ерунда будет происходить на фоне того, что мы могли использовать удивительное время Трампа, самого дружественного Израилю, главы американской администрации, президента США, вместо того, чтобы действительно думать о суверенизации Ирландской долины, по поводу которой, кстати, США не сказали ни слова. То есть, можно себе представить, когда израильский пример заявляет о планах о суверенизации Ирландской долины, можно себе представить, какой визг поднялся бы в администрации Обамы. А Трамп просто не заметил. То есть, на самом деле, вот по сути дела, действительно, почему Америка должна вмешиваться? Это израильские дела. Трамп не обязан по этому поводу высказываться. Может, он и хотел сказать, молодец, Натанья, вот так держать. Но у него выборы у самого в 20-м году. Он хочет как-то, чтобы его поддержали разные люди, в том числе и те, которые такое не удобряют. Поэтому он может позволить себе не высказываться, но и против он тоже не говорит. И вот таким образом действительно мы видим, что ближайшие выборы, которые произойдут в Израиле, они на самом деле стали очень ясными, очень предельно обострёнными такими в стиле патрио-муэрта, Родина или смерть. То есть, либо Натаньяу удастся получить большинство в 61 голос без Либермана и без Левы и создать правое правительство и взять, мы об этом не успели поговорить отдельно ещё, но он же договорился с Муршей Фейдлиным. И Муршей Фейдлин снял участие своей партии с выборов для того, чтобы дать возможность Натаньяу не растерять голоса, потому что Зеут мог не пройти. За это Натаньяу обещал взять его в правительство и воплотить разные идеи, разумные, экономические, либеральные идеи Зеут в рамках его будущего правительства. Ну, при условии, конечно, это будет правительство правое, потому что с левыми такую кашу тоже не свалить. И это очень интересно, очень красиво, как действительно Муршей Фейдлин, который в какой-то момент показалось, действительно, он делает необдуманную вещь, он просто ведёт свою партию на провал заведомо и выбрасывая правые голоса, он пошёл вот на этот прагматичный договор и уже получил, по сути дела, от Натаньяу очень много. Он стал легитимным израильским политиком. До сих пор Муршей Фейдлин был как бы таким вот выскочкой, таким идеологом, бизионером, но никто не рассматривал его как серьёзного политика. Сегодня он является как бы будущим потенциальным партнёром правого правительства, но самое главное, что в сознании людей он стал одним из реальных политиков, легитимных политиков. То есть на следующих выборах, если когда ЗАУД пойдёт уже самостоятельно, это будет партия уже состоявшаяся, как бы уже преуспевшая, и я думаю, что это даст ей достаточно много мандатов от либеральной израильской общественности. Так что, в общем, действительно, выборы очень-очень важные для Израиля. Выборы либо правое правительство, суверенизация иудеи и самарии, реформы экономические, либеральные и реформы суда, либо стагнация, а в худшем случае просто съезжание под откос в течение полутора лет, где-то больше просто Израиль не протянет, потому что запасы накопленные экономические и международных как бы связей израильские накопленные, но сейчас они очень тоненькие, на самом деле Израиль маленький, слабенький. Если не развивать его вперед, он, конечно, очень быстро свалится к тому состоянию, в котором он был еще 10 лет назад. То есть, страны третьего мира с сильным оружием, с сильной армией, но не более того. Спасибо огромное, Александр. Уважаемые дамы и господа, я вижу, у нас есть звонки, но давайте мы, наверное, вернемся к вам. Перезвоните буквально через несколько минут после того, как прослушаем рекламное объявление, и Александр постарается ответить на ваши вопросы. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200, и давайте попробуем принять звонки, ответить на вопросы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Гуд фрайдинг всем нам. Значит, вчера у нас была новость, которая для... Вроде бы разорвавшаяся бомба в то же самое время ничего удивлено, когда узнали, откуда источники. О том, что израильтяне шпионят за нашим президентом Трампом. Я казался, что источники-то откуда идут. Есть такой Джоэл Беннессон, который служил советником у Обамы в двух разах, когда он выиграл президентство. Который служил советником у Хиллари Клинтона. А теперь вдруг он оказался советником у Бенни Ганса. И он передал эти новости, так сказать, под дружеской источник за пару дней до выборов у вас. Ну, как бы, лучше и хуже не придумаешь. И реакция, конечно, была довольно-таки категоричная сторона. Зачем Израилю за это вот? Ну, просто, понимаете, то, что у нас происходит, настолько идентично, что у вас происходит, да еще к вам приезжают советники, в кавычках сказать, которые здесь насоветовали и до такой степени, что и дают такие же самые советы вам. Окей, спасибо. Александр, послушаем, что вы сейчас скажете. Я с удовольствием. Спасибо. Вы абсолютно правы. Действительно, я напомню нашим слушателям, речь идет о том, что буквально вчера или позавчера, вчера, мне кажется, как раз когда Натаньяу полетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, переговоры связаны с тем, что Израиль очень интенсивно стал уничтожать иранские объекты на территории Сирии и Ирака. И Израиль все время подчеркивает, что мы воюем с иранцами, не дадим им на нашей границе закрепиться, но поскольку Россия тоже там присутствует, наша задача сделать так, чтобы у нас не было столкновений с Россией, чтобы случайно каким-то вынужденным, неловким образом мы не столкнулись с российскими войсками. И для этого очень важна координация и переговоры прямые между Натаньяу и Путиным, которые, в общем, приводят к тому, что с обоих сторон есть готовность и заинтересованность в том, чтобы никаких столкновений и эксцессов не было. И вот, когда Натаньяу в очередной раз летит туда, потому что кто-то скажет, это предвыборные полеты, мы скажем, у Израиля непрерывная ситуация, которая все время становится все более и более сложной. Израиль непрерывно уничтожает объекты иранские в Сирии и в Ираке. И выборы выборами эти вопросы нужно решать в первую очередь, потому что это гораздо важнее, чем выборы даже. Так вот, пока Натанья улетел туда журнал политику американский, выбросил такую новость, мол, американские спецслужбы обнаружили такие прослушивающие устройства вокруг Белого дома, которые вроде как прослушивали президента, и вот они посмотрели, и стало ясно, что это израильские системы. Вот, израильские политики, которые оставались на хозяйстве, пока Натанья улетел, тут же сказали, конечно, что это чушь и не может быть, что в Израиле существует четкий приказ уже много, на протяжении многих десятилетий, что Израиль не занимается подобного рода вещами на территории США против американской администрации, потому что, совершенно понятно, себе дороже. Поссориться таким образом, зная обидчивость и ранимость, скажем так, американской администрации в этом вопросе, поссориться с главным международным союзником, ну, глупо, мягко говоря, на такое Израиль не подписывается. Даже тогда, я думаю, когда были очень тяжелые отношения с Обамой, и то, если и были попытки как-то понять, что происходит, не на территории США, ни в коем случае не подставляться таким образом, чтобы не ссориться. Так вот, потом, конечно, и Натаньяо сказал, что это просто абсолютно чушь, то есть не будет никаких комментариев, не оправдать, это просто чушь, и все. Потом и американская администрация Трампа сообщила, что Трамп не верит, что такое могло быть, потому что наверняка был разговор с Натаньяо прямой, и, может быть, не на уровне президента, и премьер-министра, может быть, ниже уровнем, но было четко разъяснено с израильской стороны, что нет, это вранье, и, соответственно, как бы еще ведь претензия была то, что вот она американская нынешняя администрация, они знали, но ничего не сделали. Если бы был кто другой, не Израиль, то закостыляли бы по голове, а Израилю, мол, ничего не сделали. То есть такая попытка очень грубая, очень наглая, с одной стороны, поссорить американскую и израильскую администрации, с другой стороны, создать ситуацию, при которой об этом начнут говорить, то есть вбить повестку дня. Мы говорим о важных переговорах с Россией, а в это время вместо этого мы будем говорить о том, действительно ли Израиль подслушал своего главного и важнейшего союзника или нет. Но удалось, поскольку американская администрация не повелась, израильтяне четко сказали что-то нет, удалось все это тут же погасить, а сегодня стало ясно, что источником, важным и надежным источником, как сказали в политике, был действительно человек, который был советником по кампейнам, то есть спинологам, человек, специалист по СМИДам, по таким вот провокациям предвыборным у Обамы и у Клинтона, а сейчас он работает на белоголубых. Какая неожиданность, какой сюрприз. Действительно, как-то все так удивительно и замечательно совпало. Но я рад, что этот конфликт очень быстро был, даже не конфликт, а провокация была сведена на нет, поскольку действительно дружба между премьер-министром Натаньяу и президентом Трампом она серьезная, крепкая, и отношения там уважительные, и поэтому даже такая наглая провокация она не сработала. Я очень надеюсь, что так дальше будет тоже. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Александр. Скажите, как может повлиять на действия Израиля по обладанию Турции ракет С-400? Окей, хороший вопрос. На самом деле, как вы понимаете, Израиль и Турция не находятся сейчас в состоянии войны, и несмотря на очень экстремистские и обидные, оскорбительные заявления Эрдогана, которые он время от времени произносит, чтобы зарабатывать свой политический капитал в арабском мире, в общем, Турция не делает никаких шагов с 2010 года, которые были бы враждебны Израилю. Более того, мы знаем, что в Сирии Турция практически в открытую воюет с Ассадом и чуть менее открыто пытается подвоевывать с Россией. То есть, как бы невольно оказывается по ту же сторону баррикад, что и Израиль, только с другой стороны. Мы на юге, а не на севере. Поэтому ракеты С-400, я напомню, это оборонительное оружие. То есть, если представить себе, что вдруг Израиль соберется бомбить Турцию, то С-400 могли бы нам помешать. Но, а, во-первых, мы знаем, что Израиль умеет обходить системой С-400, он об этом уже говорил, говорил, что если понадобится, то иранские С-400 мы обойдем и сделаем то, что нам нужно. Б, в общем, пока я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Израиль ввязывался в такую авантюру, как прямое нападение на Турцию, нам как бы незачем, не за что и, в общем, совершенно без всякого интереса в такую затевать. 847-400-5200 телефон в нашей студии. Если у вас еще есть вопросы к Александру, не стесняйтесь, звоните и задавайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы знаете, у меня перед глазами и днем, и ночью карта Израиля. Я смотрю, карта показывает и Израиль, и Синай. Синай, наверное, если не в 4, то в 3 раза точно больше территорий Израиля. Неужели евреи такие купленные, ненормальные, что они готовы еще уменьшить территорию своего государства? Или, если победят левые с арабами, так вообще не будет государства? Неужели они этого не понимают? Это же все одна и та же международная политика сверху, что у нас в Америке, что в Израиле. эти государства мешают Соросу и его компании взять власть над миром? Как это могут евреи не понимать, я не понимаю. Ну, оставим пока в стороне Сороса и его попытки захватить весь мир. Поговорим о более конкретных и понятных вещах. Действительно, в Израиле вы совершенно правы, большинство жителей Израиля, по крайней мере евреев, жителей Израиля, не готовы сегодня к каким бы то ни было отступлением и передаче земель, потому что история с газой всех очень хорошо научила. Именно поэтому левые сегодня изо всех сил прикидываются правыми. Когда спрашивают белоголубых, вы левые, они говорят, нет, что вы, что вы, мы центристы и даже чуть-чуть правые. А какой у вас план международный? Ну, мы понимаем, что нужно, и тут они начинают много-много демагогии, но если убрать всю воду, то остается нужно уступать и отступать, и тогда мы получим признание в мире. То есть они стараются завуалировать свой подход, свою концепцию о том, что, в общем, они тоже сводят все к размежеванию в Иудее и Самарии. Они же должны быть антитезой Натаньяу. Натаньяу говорит о суверенизации, значит, они будут говорить о том, чтобы отступить оттуда, отдать это все арабам. Только тогда, мол, получится мир, хотя мы знаем, что как раз уж тогда точно никакого мира не будет. Но говорят они это очень тихо. Если раньше это становилось их главной повесткой дня, сегодня они больше говорят о чем? О том, что Натаньяу плохой, что он всем надоел, так им кажется, что жена у него ужасная, что он курит дорогие сигары, что пришло время его сменить. То есть вся их компания, как, собственно, и у НДИ тоже, у партии Либермана, она направлена конкретно против Натаньяу, потому что что им еще говорить-то? Не могут же они признаться, что, да, они хотят помочь великой арабской национальной идее, как ее сформулировал Аймануда, свалить по-настоящему влиятельного и сильного израильского политика, который обладает таким колоссальным влиянием и связями с международным политическим истеблишментом. Ну и что предсказывают нам вопросы общественного мнения? Можно ли им верить? Или давайте примем звонок, а потом... Давайте примем звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. А можно задавать вопрос Александру, да? Да, конечно. Александр, такой вопрос. Натаньягу все время говорит о том, что у него очень крепкие отношения с Путиным, что они близкие друзья, что меня, кстати, огорчает, и мне кажется, что дружить с гангстером это не совсем правильно. вопрос в том, а какие настроения пророссийские, много ли криминаршистов в Израиле, как они относятся к этому, и вообще нравится ли вам самому отношение Натаньягу с Путиным, потому что слишком часто Натаньягу зачастил в Россию консультироваться, ну, в принципе, с достаточно бандитской группировкой в России. Спасибо, я послушаю парады. Давайте я вам отвечу. Во-первых, я хочу вас поправить. Натаньягу не говорит о том, что у него дружеские отношения с Путиным. Когда они встречаются вместе, он говорит, что у нас уважительные отношения, и наше уважение друг к другу проявляется в том, что мы можем говорить даже очень острые и жесткие вещи, глядя прямо в глаза. Это совершенно другое. Кроме того, я поправлю вас еще раз. Натаньягу не ездит за консультациями к Путину. Фактически, Натаньягу едет к Путину для того, чтобы объяснить ситуацию. Вот сфера наших интересов. Наша северная граница, там не будет иранских позиций. Вот иранские базы, которые наша разведка обнаружила. Мы их собираемся уничтожать. К вашим интересам в Сирии, российским, мы отношения не имеем, мы им не мешаем, они нам не мешают. Поэтому у вас есть интересы с Ассадом из Сирии? Пожалуйста. Но Иран мы будем выгонять и выдавливать. Более того, Натаньягу, и это он подчеркивает открыто, он объясняет Путину, что союз с Ираном для России тоже не очень важен. И в этом смысле Путин это прекрасно сам понимает, потому что у Ирана и России есть тактические общие интересы, но стратегические у них совершенно, они, в общем-то, мешают друг другу. И поэтому Россия часто, в общем, исподвольно довольна тем, что делает Израиль с иранскими позициями в Сирии и в Ираке. Поэтому, когда вы говорите о том, нравится ли мне то, что Натаньягу дружит с Путиным, в этом вопросе уже заложена неправильность. Натаньягу не дружит с Путиным, он использует свое политическое, как бы, он использует свой политический вес для того, чтобы продвигать интересы Израиля, чтобы избежать ситуации, когда израильские военные и российские военные столкнулись бы в Сирии и пролилась бы кровь и неизвестно, чем бы это все закончилось. Поэтому в этом смысле он делает исключительно важную вещь. И до тех пор, пока израильские самолеты летают и уничтожают иранские объекты и Россия не вмешивается и не мешает, я думаю, что это оправдывает с лихвой все поездки Натаньягу к Путину, про которого, конечно, никаких иллюзий нет по поводу того, что он из себя представляет и что представляет его команда в Кремле. Именно так относится здоровое большинство в Израиле. В Израиле существует немалая диаспора евреев, приехавших с Украины. Для них, конечно, это особенно больной вопрос, и каждое появление Натаньягу с Путиным вызывает у них соответствующее, как бы их от этого корежит, и несмотря на то, что они понимают важность этих поездок, им неприятно. В этом смысле, конечно, Натаньял им тоже немножко подфартил, когда съездил на Украину. Я хочу обратить ваше внимание, Натаньял сегодня единственный политик в мире такого ранга, которого одновременно с почестями принимают и в Кремле, и в Москве, и в Киеве. И он приехал на Украину, он очень, там действительно были дружеские отношения, хотя они, в общем, еще не друзья, потому что Зеленский ведь только появился как политический деятель, он как ученик, и видно было, как он тянется к Натаньялу, понимая, что, в общем, он должен сейчас с ним, вот как в еврейской традиции, называться такой Тальмид Хахам. Тальмид Хахам это умный ученик, он ходит за своим учителем, буквально чуть ли не тапочки ему приносит, он как бы учится всему, не только тому, что-то его научит каким-то премудростям, а вообще, как бы жизни он учится. И вот Зеленский так ходил с Натаньялу, как бы учась у него жизни. И об этом они потом сами рассказывали, что он спросил, как вот сделать из Украины такой же стартап-нейшн, как Израиль. И Натаньял говорит, ну возьми тетрадку и записывай. И объяснял ему, как инвестиции получать, как открывать рынки, как создать благоприятный климат для развития стартапов и так далее. Так вот, и это, конечно, очень понравилось тем людям, которых до этого неприятно было видеть, как Натаньял ездит, пожимает руку Путину, при том, что, в общем, а их отношение к Путину другое. Что касается вообще израильтян, то здесь очень разные отношения. Конечно, есть масса израильтян, которые вообще не очень понимают, что такое Путин. То есть для них Путин это строчка в информационных, новостных каких-то... И они считают, что Путин такой жесткий, сильный политик. Иногда даже говорят, вот бы нам сюда, чтобы навел порядок на недельку Путина. И я в таких случаях всегда им объясняю, Путин на недельку не приходит. Поэтому, ребята, оставьте свои глупости, навести, разобраться с израильским бардаком лучше всего без методов Путина. Есть, конечно, русскоязычная публика, которая гораздо лучше понимает ситуацию и в Украине, и в России. И здесь тоже нужно разделить тех людей, которые, конечно, прекрасно понимают цену нынешней кремновской власти, какой преступной она является, в том числе, и в первую очередь, конечно, для российского общества. И есть те, которые, насмотревшись российских пропагандистских каналов, конечно, кричат «ВИВАТ! Ура Путину!» Их очень немного, но они есть. Сегодня мы их видим в основном среди избирателей партии «Наш Дом Израиль», среди избирателей Либермана. И у них поэтому тоже такая, как бы сейчас возникла интересная такая нестыковка, потому что, с одной стороны, вроде их Либерман учит, что Натаньяо — это плохо, а тут Натаньяо поехал и их любимую вождю пожимал руку, и вождь, так сказать, так хорошо общался с Натаньяо. Правда, уже пресс-релиза НДИ был о том, что, мол, Натаньяо там выступал в качестве просителя и униженно кланялся. То есть такое в угаре предвыборной борьбы они даже не стесняются или как бы не думают о том, что, в общем, они же оскорбляют своего собственного премьер-министра. Но на самом деле ведь люди, которые видели эти встречи, все запротоколировано, фотографии, видео, съемка, все это хорошо видно, не было там, конечно, ни униженного кланя, ни униженных поклонов, ситуацию. Вот иранские базы на территории Сирии и Ирака, вот примерный график, когда мы их будем уничтожать. Ребята, вы же можете отвернуться в это время и посмотреть в другую сторону? Оно вам зачем нужно с нами сталкиваться? Вот так это все происходит и такой примерно расклад отношений в Израиле. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, у меня снова вопрос про НДИ. А почему они так уверены? У них же всего, они набрали последний раз, насколько я помню, шесть мандатов, что они пройдут очередные выборы. Спасибо. В прошлый раз они набрали пять мандатов и сейчас, вполне возможно, они наберут даже больше, потому что, если в прошлый раз они все-таки в большей степени позиционировали себя как партия правая, то есть идущая в орбите Натаньяу и, соответственно, поддерживающая его нарратив суверенизация, либерализация экономики, реформы в суде, то сейчас они четко поставили себя в общем как партия, хотя они не говорят это откровенно, партия, поддерживающая левый блок и призывающая правительство национального паралича, то есть правительство, в котором не будет ни суверенизации, 100% гарантированно, не будет либерализации экономики, не будет реформы юридической, но при этом они говорят, что все беды Израиля от религиозных евреев. Это на самом деле очень интересно, ведь в любой стране мы знаем, как бы в западном мире все проблемы у антисемитов из-за того, что евреи, то есть где вода, воду выпили евреи, где все деньги украли евреи. В Израиле как бы обвинять евреев в этих традиционных вопросах несколько глупо, поэтому обвиняется конкретная группа евреев, а именно религиозные евреи, причем в зависимости от того, насколько оголтела является вот эта компания пропагандистская, расширяется и группа, то есть скажем, у Лапида, например, у белоголубых, они обвиняли только ультра-октодоксальных евреев, тех, которые ходят в черных обсердаках и шляпах. Мол, они не работают, не служат в армии, это все, конечно, очень неточно, но неважно для того, чтобы для антисемита, как вы знаете, совершенно неважно, что на самом деле евреи себе представляют и выпилили они на самом деле воду. Главное, чтобы сказать и чтобы было понятно, почему ты так плохо живешь. Так вот, у Либермана сейчас в эту категорию попали религиозные сионисты, которые на самом деле не просто служат в армии, они служат на самых участках, опасных участках армии. Не просто работают, но работают очень активно. Не просто являются цементом, склеивающим израильский этнос, но, в общем, как бы является его становым хребтом. И вот в запале, для того, чтобы собрать себе больше голосов, он обращается к самым черным внутренним ощущениям людей, приехавших в Израиль недавно, не разобравшихся, но уже усвоивших, что в любой стране должны же быть какие-то евреи, которые виноваты. В данном случае это Халидин, это ультра-ортодоксов. Вот на них всех собак, им это, видимо, нравится. И они, таким образом, возможно, получат еще несколько, пару мандатов, кроме своих там трех-четырех, еще где-то пару мандатов от тех, кто очень не любит религиозных евреев. Александр, к сожалению, времени больше не осталось. Спасибо огромное. И до встречи через неделю. Через неделю.